МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». Демократическая партия Молдовы внесла на рассмотрение в парламент законопроект по изменению и дополнению кодекса о телевидении и радио, предполагающий защиту информационного пространства от пропаганды. Вот только один нюанс. В качестве пропагандистских рассматриваются исключительно информационные программы российских телеканалов. Что же на самом деле происходит? Российские журналисты сменили русские танки в воспаленном сознании демократов или идет банальная зачистка информационного поля Молдовы? Об этом и поговорим с главой представительства агентства ТАСС в Молдове Валерием Демидецким. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, вот проект, предложенный демократической партией, позволяет телеканалам размещать информационно-аналитические программы. Ну, так, объявлены новости и передачи на военную тематику только стран-членов ЕС, США, Канады, а также других государств, ратифицирующих Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Ну, Россия туда не входит. Таким образом, получается, что пропаганда этого дела исключительно СМИ Российской Федерации? А, то есть, к другим информационным ресурсам других стран слово пропаганда неприемлемо по определению? Ты знаешь, вот за 8 лет, да, уже, правление проевропейской коалиции, я думал, что уже удивить нечем. И вот, нашли. Коалиция распадалась, спадалась, гремели конвенционные скандалы, посадили премьера и лидера партии, составляющей ядро этой коалиции. Коалиция полураспада. Сперли миллиард, да, значит, самое. Теперь уже посадили и товарища Бетона, вот, значит, пошли аресты, да, ГИМП и все это прочее. Казалось, ну, уже все, да, край, ну, чем еще можно удивить, да? Уже, казалось бы, знаете, как бы, живого места нет. Но вот удивили. Да, удивили. Знаешь, у меня такое впечатление, что вот сами лидеры коалиции делают все для того, чтобы, так сказать, скомпрометировать тех, кто за ними стоит, да? Вот, как бы, вот уже последний случай, когда бедный Пиркот Апиола шарахался и сгонял с трибуны. Дали на Кирток. Дали на Кирток. Это уже, понимаешь, пока же им же за них стыдно, понимаешь? Как стыдно за себя, потому что на них же тоже будут смотреть вот таким образом. Ну, это настолько смешно и глупо, вот с этой, с пропагандой, да? Чем занимаются СМИ всего, Соединенные Штаты Америки и европейские страны ЕС? Миллиарды тратят на содержание таких, как «Голос Америки», «Свободная Европа». Это что? Благодарительные сказки? Центр информирования НАТО, который открылся у нас в стране. Это дипломатическая военная миссия. Да, да, да. Чем он занимается? Вот он меня с Валерой Асталебовым еще с кем-то включил в десятку людей, которые влияют, типа, по-кремлевски. Почему туда включили еще Андреевского? Я даже подумал, что он крот. Специально засланный, что-то скомпрометировать евроинтеграцию. Изнутри прогрызть тоннель. Но это уже не смешно, знаешь, честное слово, я тебе скажу. Почему? Потому что придраться можно к любой передаче. И на каком основании человек, который получает... Ну, ты никогда не задумывался над этим дурдомом? Знаешь, у меня иногда такое впечатление, что у нас те, кто формирует общественное мнение, они как-то через костюжены прошли. Неправительственные организации, существующие на деньги правительств иностранных государств. Это как? Почему они неправительственные? Они финансируются иностранными правительствами. А почему иностранное правительство должно думать о моей стране? Оно мне этого не обещало. Они обещали думать о своей стране. А почему они тогда открывают в моей стране неправительственные организации, начинают влиять, указывать, что делать, что не делать? С каких это? Как это? Я вот не могу себе представить, чтобы молдаване открыли в Соединенной Америке, или в Франции, или в Германии, или Россия даже. Такая влиятельная страна. Открыла свою неправительственную организацию, указывала им. говорила, вот это вас вводить, а это неправильно, а это правильно. Ребята, подождите, а кто вас уполномочил стать этими, так сказать, судьями и так далее? Это даже смешно даже. Это уже никакие ворота не лезет. Это просто мы позволяем собой это делать, потому что стоим с протянутой рукой. Казалось бы, уже как-то неудобно. Если человек дает пару копеек, ну как же возразишь? Он уже как бы может претендовать на членов семьи, что угодно вытворять. Никому в голову не придет ему сказать, подождите, ребят, вы все-таки как-никак в независимой, суверенной стране. Она каким-то образом избирает парламент, у нее есть правительство, которое что-то обещает людям. А почему-то это правительство, пообещав что-то людям, после этих выборов выходит и говорит, ребята, нас хвалят партнеры по развитию. Слушайте, а что вы ко мне не пришли на выборы и не сказали, что, ребят, я добьюсь пять похвал. Вот наша партия добьется пять похвал от партнеров без развития. Голосуйте. Да, голосуйте. А другая говорит, нет, а мы шесть. А мы восемь. Но, тем не менее, потом выходит и говорит, слушайте, партнеры по развитию похвалили нас. Из страны свалило еще четверть населения. Ну, так хорошо стало. Не за что похвалить. Ну, вот это какой-то дурдом, знаете. И вот они еще, вот американский посол приходит на телевидение и говорит, я вообще удивляюсь, говорит, чего это они? Да-да, они, может, не русских любят, они просто видят, какие вы клоуны. Может быть. Ну, если уже говорить о американском посольстве или о американцах, в Конгрессе США внесен проект, проект, резолюция об оказании помощи Украине, Молдове и Грузии вот в деле противостояния российскому влиянию, российской пропаганде. Проект предусматривает создание фонда в размере 250 миллионов долларов, значит, рассчитанное на использование в течение трех лет. там, 18-го по 20-й год. Ну, я задумался о чем? Три страны будут осваивать 280 миллионов. Ну, я не хочу, не буду говорить, честные люди в Украине, честные люди в Грузии. Что будет с деньгами у нас? Честные люди в Соединенных Штатах Америки, честнейшие люди. Нет, они нечестные, они просто бессеребреники, им не жалко напечатать еще 280 миллионов. Почитай Марка Твена, он все описал, и фонды, и так далее. Поэтому я себе представляю, с этих фондов, наверное, где-то процентов 70, как всегда, будет откатано, знаешь, туда. И почему бы не создать такой фонд? Ведь это фонд. Туда будет кто-то, так сказать... Мне кажется, даже деньги двигаться не будут. Мне когда говорят, что Сорос обмешурил кучу стран, в том числе Великобританию, а потом начал эти деньги раздавать преподавателям, студентам и так далее, журналистам во всех странах, ну, это быть настолько дураком надо быть, что человек пошел на такие дела, для того, чтобы потом заняться с благотворительностью. Надо знать, для чего это делается, понимаешь? В старые времена это было все просто. Карбль подходил к берегу, вождю вручали стеклянные бусы, аборигенов грузили в трюм и отправляли на плантации жирнейших империй. Сейчас делается по-другому. Вождю вручается кредит и условия под этот кредит. После этих условий страна превращается в Монтустан, а аборигены сами разбегаются по заграницам и еще шлют вождю деньги, для того, чтобы рассчитался с партнерами. Если это партнеры по развитию, я спрашиваю, а где развитие? Мы откатили ВВП за 25 лет независимости на четверть. Так и хочется сказать, какие партнеры такое развитие? Партнеры есть, развития нет. И это наивное предположение думать, что кто-то, не знаю, Буш, Меркель, Путин обязаны думать о Молдавии. Да не обязаны думать о Молдавии, о Молдавии даже обязано думать молдавское правительство. И пока народ с этого не поймет, что есть один только способ оценки власти. Благосостояние, веренное ее заботам народа. А все эти похвалы от Моники Макове и партнера по развитию, это все, извините меня, от лукавого. Вот у нас 6 тысяч неправительственных организаций в Молдове. 6 тысяч. Можете себе представить, я уже устал, я многих баню, как бы в почту, они каждый день приходят кучи. Мы там боремся за женщин, мы там против насилия, мы за это. Если почитать это все и создать такой талмуд, такое впечатление, что наша Молдова обратилась в райский уголок, все дороги заводированы золотом. То есть других проблем нет? Других, никаких проблем нет. Все решено. А потом выясняется, кажется, что нифига не решено, это обыкновенно мойка денег и чистая болтовня, от которой сбежала половина населения. Ужасно. Ну вот, когда говорилось об этом законопроекте, который предстоит демократам, то есть демократам-депутатам рассмотреть, а демократам, которые его продвигают. Кстати, лидер Демпартии заявил о том, что, я думаю, его сподвигло на вот это действие, пример Украины, того, что происходит вот там. И ситуация в Украине хуже. Я цитирую, так сказать, источник. И поэтому Украина была вынуждена принять такие более жесткие меры по отношению к российской пропаганде. Ну, мы знаем, там заблокированные соцсети, то есть там и на этом уровне отсекается любая возможность, видимо, альтернативного мнения, кроме как украинского. Вот здесь я не понимаю, мы что, готовимся к чему-то? Занислав, ну это в 21 веке, ты можешь себе представить? Век развития интернета, мы хотим надеть людям розовые очки. Ну да, есть такой анекдот, что Наполеон... Тем более, Молдова пятая в мире по развитию... Наполеон принимал вместе с Сталином парад на Красной площади и сказал... Сталин ему показывал там танки и так далее, а он говорит, слушай, да что твои танки? Если у меня была бы газета «Правда», да, никто бы не узнал, что я проиграл битву под Ватерлоу. Сейчас это невозможно, понимаешь? Сейчас невозможно, потому что есть интернет. Ну как ты это все людям набросишь розовые очки и расскажешь им, что вот если мы наденем, не будет российской пропаганды, типа, да, на чем они будут делать рейтинги своих телеканалов, да? Это тоже смотрят люди. И давай скажем так, вот я хочу обратиться с телезрителем. Господа телезрители, вы что, такие наивные, можете себя так оскорблять и так себе позволять оскорблять? Неужели вы не в состоянии разобраться в происходящем, посмотрев, допустим, CNN, Euronews, RTR, там, и Russia Today и так далее, и так далее, сделать выводы, да? Неужели эти люди думают, что мы такие глупые, что мы не имеем права посмотреть это? Ну, в конце концов, мы же, слава богу, прошли времена Суслова, но тогда можно было, тогда еще не было таких информационных технологий. А сейчас это глупо запрещать. У каждого человека есть тарелка, есть возможность выйти в сети, есть возможность все посмотреть, что хочет. И наоборот, еще самое интересное. Я даже где-то подозреваю, что демократическая партия это специально делает, зная великолепно. А там же не глупые люди, в конце концов, если они взяли власть в стране. Они знают великолепно, что запретный плод всегда вкуснее. Люди полезут и будут смотреть. Вот застав этого человека, да, вот не смотреть что-то. Человек полезет, вот скажи мне, что это нельзя смотреть. Вот ты знаешь, вот вчера провел интервью, которое нельзя смотреть, закрыть. Я полезу, мне будет интересно. Вот и полезут, и будут смотреть. И эти рейтинги возрастут и так далее. А может они для рейтингов, черт я знаю. У них же такие телеканалы российские, они же на них хорошие деньги делают, в конце концов. Может таким образом поднять рейтинг. Есть у меня некоторые опасения относительно качества, будем говорить, восприятия информации. Ведь 25 лет новой демократии, или вот такой демократической Молдовы, они просто так не прошли. Ведь уровень образования резко упал. Мне кажется, и вот понятие трудолюбия сегодня исчезло во всех областях. Ведь что такое трудолюбие? Это не просто возможность пойти, встать у станка, дать мне только станок, я буду работать вот с 8 часов. Трудолюбие это даже когда ты работаешь, не имея, ну будем говорить, и сил, и желаний, и стремлений, и даже повода, даже причины. Ты говоришь себе надо, и делаешь эту работу, ради которой ты чувствуешь, в общем-то, в себе чувствуешь призвание. И вот я наблюдаю некоторую ленность. Ведь тоже, ну если говорить об этом, как об американской технологии, они ведь тоже понимают, что все это должно быть на чем-то основано. Если бы они говорили бы о, будем говорить, о запрете российской пропаганды в 92-м году, ну вызвало бы совершенно другую реакцию, чем сегодня. Сегодня больше равнодушных людей, сегодня больше ленивых людей, людей, которые готовы воспринимать, ну вот, ну я вот это воспринимаю. Потому что у него есть якобы свое мнение. А мнение состоит в следующем. Надо валить. Вот сейчас сегодняшнее мнение. Студенты work and travel, где фактически молодую душу человека изнасилуют в Макдональдсе с непосильным физическим трудом, если он сам не научится обмануть своего же соплеменника, так сказать, и привезти его же деньги сюда и присвоить. А так честно заработать хорошие деньги там, пропахав по 12, а то и 24 часа в сутки. То есть это труд, ну, невероятно. Ты знаешь, очень тяжело раскрутить этих людей на разговор. Но иногда получается. Ну, ты летаешь, я летаю и в Россию, и в Европу, и в другие страны. И зачастую бывает так, что ждешь самолета, знакомишься с человеком. Ну, синдром попутчика. Да, синдром попутчика. Польша не встретится. Бывает иногда по 50 грамм коньяка, и начинается откровение. И вот, ты знаешь, я вот до сих пор не понимаю. У нас, ну, как бы сейчас говорят так, что у нас уже нет ни союза писателей, ни союза журналистов, ни черта нет. Последнее добивает Академию, да? Но, в конце концов, я иногда сижу и думаю, боже мой, если бы я был писателем, я бы только с этими людьми разговаривал. Это настолько интересные люди, а вот у них настолько интересный опыт, который они принесли оттуда, да, из тех стран, и что, что они говорят. Ты знаешь, есть один момент. Ты, наверное, замечал, когда звонят обычно ребята, вот бывшие коллеги из-за рубежа, их очень радует, когда ты говоришь, да здесь все плохо, все... Оправдывает их бегство. Да, да, это оправдывает их бегство. Мы не зря уехали, да, мы на воз сегодня. Они все признаются честно, что есть надежда на детей. Мы сегодня, как бы, очень тяжело, приходится работать. Там копейка не приходит бесплатно, и у нас она не приходит бесплатно. Но там она в стране сложна, потому что нужно пробить, нужно работать локтями, пробить место под солнцем и так далее. Все это непросто. Это разбитые семьи, это невоспитанные дети. Это... Я уже удивляюсь, почему наши писатели не пишут об этом? Это вот, знаете, это как... Ну, не знаю, это кладези информации, кладези... Поговорить... Тихий дом можно в Нобеле писать, знаете, и лауреатом Нобелевки стать. Вот. Но я тебе скажу, что вот когда с ними разговариваешь, да, когда они рассказывают свои вот эти страшные истории, там очень много и поучительного, и очень много трагичного, да. Они действительно уехали, и самое страшное, что они не хотят домой возвращаться. И самое страшное для нашей страны то, что нашим политикам это нравится. Они очень удобные. Они уехали, посылая деньги. Они не присутствуют, они не ругаются. Вот они сейчас вот создали какие-то вот объединения диаспоры, но они какие-то вот опять разделились, знаешь, как бы, про окчидент, контро окчидент, за Россию, против России. Но это наивно. Ребята, вы в одной лодке, да, вы в одной стране. Вам нужно разобраться, что в этой стране происходит, да, и каким-то образом хоть один раз прийти на выборы с пониманием того, что эта страна ваша, это ваш дом, и все равно вы сюда вернетесь, никуда вы не денетесь. И все они, когда возвращаются сюда, да, они говорят, что да, вот как-то стало легче. И я сам понимаю, ты знаешь, вот давай скажем так, я работаю на российской СМИ, но когда я приезжаю в Москву, мне там все говорят, наш молдаванин приехал, да, и все там считают меня молдаванином, да, и я этим горжусь, тем, что я молдаванин. Хотя иногда бывает, и гордиться-то нечем, да, потому что иногда бывает так, что они удивляются просто, ребята, что же вы там с людьми своими такое сделали, что они вот здесь как бедные, вот как приехали, и, то есть как бы мне это обидно, потому что в советское время мы приезжали, Молдова была благодатный край, сюда люди стремились приехать, и отсюда такие орлы, как Брежнев взлетели, и Черненко, два генсека, и куча, куча людей, как бы интересных, исторических личностей, их много, вот сейчас занимается, то есть как бы это, это не захолустье никакой, Молдова, это наивно подумать, да, есть чем гордиться, есть чем гордиться, история, какая интересная у страны, и страна самая интересная, с богатыми традициями, но как она попала в руки настолько узких людей, понимаешь, которые вот ничего не видят, кроме одной извилины, но это страшно, понимаешь, нельзя вот так с собственной страной, ведь другого-то не дано. К сожалению, ведь пропаганда совершенно строится сегодня даже не в каких-то информационно-аналитических ток-шоу, программах, да, там обмен мнениями, и, конечно же, многие люди, когда чувствуют какой-то определенный резонанс в своей душе, в понимании того, что говорит человек с экрана, он понимает, я так же мыслю, и вот именно этот резонанс начинают объявлять пропагандой. Да, когда люди с экрана говорят то, о чем люди говорят, наконец, да, да, ну и а кто, вот тут еще один вопрос, а судьи кто, а кто будет определять, это пропаганда или не пропаганда, вот я бы... 280 миллионов долларов, да, да, ну это я, ну это я, все пали ниц и начали шевелить карманы. Менеджер по уюту американского посольства, ну то бишь уборщица, она готова даже освоить, ну о чем мы тут будем говорить. Я, и по поводу пропаганды, меня вот, ну и вот мы говорили о своей записателе, журналисту, меня задела как-то в свое время такая история, о которой была рассказана тоже попутчиком. История, ну она может быть не несет особой смысловой нагрузки, но вот какая-то внутренняя нить в ней присутствует. Рассказывала отец молодого человека, который в 2009 году, ну участвовал в этих, будем говорить, погромах парламента там. И отец его удерживал. У них, так получилось, он вдовец, у парня не было матери, нет матери, и вот он говорит, да я, мне надо, мне вот надоела эта власть, я сейчас, все изменится, отец, ты увидишь, что-то, ничего не изменится. Ты не тем занимаешься, тебе не труда надо. Тебе надо меняться самому. Вот именно, хочешь изменить мир, измени себя. И вот не слушают отца, ну отцы и дети, другие, можно много параллелей проводить. Идет, пришел оттуда, какая-то неделя, у парня беспокойство, в душе, неудовлетворенность, непонимание. Нужно работать, отец пенсионер, как-то надо зарабатывать. В досаде, значит, что я все, я уезжаю, мне надо, уходит, хлопнул калиткой, у них небольшой домик. А собака, которая, ну уже, не знаю, лет 10, то есть она его помнит, мальчишка, и вот этот пес его провожает, смотрит на него, со злости, ударила ногой, говорит, все, и уехал. Через некоторое время, где-то через полгода, дозвонился до своего отца, чуть не рыдает, спрашивает, как там Молдова. Уже процветает. Да, и он говорит, ну что, конечно, тебе говорил, что, в принципе, изменение, которое ты хотел, не будет, ну куда тебя, и так далее. И парень говорит, а собака как? Умерла. Вот, в принципе, здесь как параллель такая, ну пнули страну, понимаете, уезжая, захлопнул дверь, хорошо, а если ты еще пнул ее? Вот, и грустно. Меня больше всего бесит, когда некоторые говорят, я слышал про Россию, меня тоже бесит, про Украину, про Молдову, а это страна. Твоя страна. Ну да. И она такая, как ты. Точно такая, как ты. Вот еще одна такая трогательная, как мне кажется, заметка, которую я, когда готовился к нашей встрече, так сказать, черпанул из интернета. Американское издание «Политика» опубликовало статью, в которой объявлено об угрозе вооруженным силам Соединенных Штатов Америки, в том числе, самая большая армия в мире. Все страны НАТО вместе. Я бы не сказал, что она самая боеспособная и самая обычная сегодня. Ну, я бы не самая большая, но, тем не менее, вооруженные силы США. Так вот, они ощущают угрозу со стороны российской пропаганды. В чем выражается? Подозрительным изданием сочло про российские настроения ряда американских сайтов для ветеранов вооруженных сил. Значит, там ветераны на этих сайтах не склонны доверять мейнстримным СМИ, то есть главным таким вот хедлайнерам. Периодически они перепечатывают на своих сайтах ветеранских статьи российских онлайн-изданий, таких, как, например, журнал Института Востоковедения Российской Академии Наук пользуется популярностью ветеранов Соединенных Вооруженных Сил США. Хорошо, в России еще есть институты, академии. У нас последнюю академию хотят закрыть, а у них еще есть Востоковедение. Смотри, И вот ситуация на Украине и в России. Помимо этого, утверждайте, вот дальше вычитываю, утверждает политика в Фейсбуке, российские агенты якобы выведывают информацию у американских солдат, знакомясь с ними под видом привлекательных женщин. И мужчин, и мужчин. Наверное, да. Подружившись с военными в соцсети, они также могут опубликовать пропаганду, которая будет повлиять, может оказывать влияние в ленте новостей, которые размещают вот эти бывшие воины американские. И вот я, честно говоря, даже не знаю, как это комментировать. То есть растлили российские СМИ с вооруженной силой США. Ты знаешь, я имел честь как-то познакомиться с генералом в отставке. Он представлял, он когда-то командовал разведкой 40-й армии, которая была в Афганистане. И он получил высокие правительственные награды за то, что они сперли в первый раз стингер. Как он мне рассказывал, они его просто купили. Первый раз они его по случайности захватили. Прошла спецгруппа и нарвалась просто так. А потом, когда инженеры советские не до конца разобрались, от них потребовали еще. Тогда они заплатили тупо, организовали вот как бы такую спектакль, типа самолет, самолет пассажирский был сбит, он где-то там упал, дым, все это прочее. И боевой командир афганский продал им этот стингер, а тем американцам отчитался, что вот он сбил видеозапись сбития самолета. Ну и там заткуют. Прекрасная операция. Тысяч 10 долларов такая там в тугриках этих вот. Так он мне рассказал одну фразу, давным-давно это было, это еще было в конце 80-х годов, он мне сказал одну фразу, сынок, самая мощная армия в мире это афганская. Я говорю, да вы что, есть советская, нет, говорит, никто не может побить, читай Толстого. Почему Толстого все умеет читать? Никто не может побить, и солдата, который воюет за полтора доллара в день с чайником и мешочком сухарей и потертым автоматом, да, потому что солдат, который имеет страховку, это уже не солдат, понимаешь? Действительно, не случайно читая во всем мире Толстого и вот эту историю войны и мир, да, почему побеждает армия, почему он не погибает, победить может тот человек, который готов пожертвовать жизнью, да, тот же, как мы с тобой как-то говорили, по-моему, с тобой, да, тот же парень, который вызвал огонь, Александр Пархаренко, военнослужащий, вызвал огонь на себя, если бы у него был, помнишь, когда Борис, когда Жеглов говорил, да, говорит, ты тогда не думал о погибших товарищей, о долге своем, ты думал о даче, о кабанчике и так далее, и так далее, человек, который думает о кабанчике, он воевать не способен, это уже не солдат. Вот смотрите, у этого парня российского был выбор, как у многих российских молодых людей, допустим, идти куда-то в менеджеры, не знаю, там, в какие-то, ну, достаточно успешные корпорации пристроиться, да, откосить от армии, сами понимаем, что это значит, и, ну, по-другому построить свою судьбу человеческую, тем не менее, смотрите, идет в армию, отслужил, поступил учиться, стал офицером, стал наводчиком, окружен, бородатыми террористами, и принимает решение, вызывает огонь на себя, приговаривая себя, вот, точка жизни, я здесь закончу. Нет, ну, понимаешь, действительно, я тогда вот, когда выслушал этого военного, я сам-то такой военный, я моряк, я в сухопутных войсках не воевал, мне даже показалось, что, ну, что-то он как бы не то, а потом я понял, действительно, а ведь их не победили, ни британцы, ни советская мощная армия, ни сейчас американцы, там тоже, как говорят наши румынские друзья, получилось полное какао, да, вот, с Афганистаном, ничего не получается, знаете, как в сказке про медведя, этот медведя поймал, тащи его сюда, он не отпускает, вот, да, ну, вот, если уже закончить тему, уже с пропагандой, военными, я хочу сказать, что вот этот случай с российским офицером, кстати, тоже появился на этих ветеранских сайтах, и многие из ветеранов говорили, там, ну, комментировали, достаточно восторженно, и напрямую писали, что мы поклонники российского президента, раз у него такие воины, и это воспринималось, опять же, как пророссийская пропаганда, я могу сослаться, бывший главный командующий войсками НАТО в Европе, генерал Филипп Бридлов, мы о нем как-то тоже много писали, в информационных программах, заявил изданию, одному из американских изданий, что подобные симпатии к России в следствии согласованной кремлевской агитации. Да нет, просто, ты знаешь, если бы у нас действительно наступило то, что нам обещали, да, как бы, даже правящая правительская коалиция, ты помнишь, что говорили, когда избрали Кирток, что мы через лет 10, не узнаем, если бы не узнали. Мы не знали, что мы его так глубоко не узнаем. Понимаете, так и здесь. Кто, вот, я как-то одного человека, с которым поспорил немножко, да, я спросил, говорит, слушай, если бы я во время Великого национального собрания вышел бы на трибуну, да, вот, в 89-м году, и когда вот все, как бы, это решалось, стояло, люди стояли, плакали, потом танцевали, как бы, от радости, от счастья и так далее, и сказал все, что произойдет с нашей страной, вот так просто, говорит, убили бы. А если бы я тебе сказал бы в 2009-м году, что произойдет с страной, опять же, убили бы, да, ну, а сейчас, ну, сейчас, это уже понятно, что произошло плохое, да, ну, вряд ли найдешь нормального человека, который скажет в уме и здравии, что страной что-то случилось за 25 лет, хорошие, и что вот эта власть, которая сейчас, как бы, так печально заканчивает, она еще, как бы, была хорошей властью, да, вот, да и сама власть, понимаешь, они так отсекают, знаешь, по кусту то ногу, то руку, вот, как бы избавляется, избавляется от хирургического вмешательства, вот, поэтому я говорю, что, вот, вот эта причина всего, и хочется послу сказать, что, понимаете, людей же не обманешь, можно одеть розовые очки, и можно отключить российские телеканалы, еще что может, но это приведет только к плохому результату, да, люди будут понимать, раз боятся, значит, не правы. Так оно и есть. Мы, как правило, избегаем тех, кому сделали больно. Да. И это такая человеческая черта, и действуем мы в политике, как, абсолютно, как по тем же человеческим законам, и это надо просто эти человеческие законы хорошо понимать, читать, видеть, и уметь себе объяснять. Я вот хотел спросить, когда вот посол, по-моему, какой-то передачи он сказал, да, что он не понимает. Ну, выйдите на улицу, поговорите с людьми, что власть думает о нынешнем, что люди думают о нынешнем, что люди думают о нынешней власти, поговорите с ними на английском, много вы найдете собеседников, но сейчас, да, молодежи немножко разговаривают и так далее. Пойдите на кладбище, поищите могилу американских солдат, которые погибли, вот, спросите, кто, сколько людей выйдет на забытый полк, с портретом американских воинов. То есть, как бы, вот это нельзя вычеркнуть у людей просто так, понимаете, у людей еще не только есть. Знаешь, я как-то водил американских журналистов, у них немножко другая ментальность, это я понимаю, и мы с тобой понимаем. Понимаешь, я как-то водил американских журналистов, да, вот, и мы зашли на рынок, и там стояли мои друзья, с которыми я работал, как на Мизоне, это, помнишь, был такой почтовый ящик, военный завод, огромный, толковые люди, и как бы, я увидел там двух-трех друзей, с которыми я работал, они были классные инженеры, значит, и разговорились, я им представил, сказал, вот это инженеры, которые работали. Они спрашивают, как вы здесь зарабатываете? Ну, те так грустно сказали, ну, долларов, это было середина 90-х годов, это начало даже, ну, долларов 300-400, и так далее. А если бы вам платили 100-200 долларов, вы вернулись на этот завод? Они говорят, да. Они потом мне спрашивают, я не понимаю, а почему он согласен за меньшую сумму, работать на заводе, и так далее. Я говорю, а ты спроси у него, они подошли, и он ответил очень просто, одним словом, я там был человеком. Да, здесь торгашом. И торгашом, просто, понимаешь, он не тому учился, да, он привык себя считать человеком, специалистом, нужным, да, а здесь он просто стоит, этому особо-то учиться не надо, купи-продай, взял по 10, продал по 15, ну, большая наука. Нет, это, конечно, тоже, да, специальность, но это не его, понимаешь, он другому учился, он классный специалист. Это то же самое, как мы пригласили летчиков, да, в Маркулеш, которые, подготовка летчика стоит до 30 миллионов долларов, мы пригласили, предложили у вас сажать картошку вокруг Маркулеш, да. Да, такие вот, недешевые. Да, это трагедия, это трагедия Советского Союза, и вот этого мышления, когда мы, огромный рынок, я говорю, я не жалею о Суслове, о КПСС, я никогда не жалел о дури КПСС, но я всегда говорил, ребята, у вас была сумасшедшая страна, сумасшедший рынок, сумасшедшая возможность. Зачем вы это променяли за два сникерса и три пары старых джинсов, потертых, да, думайте, головой. Мы же могли спокойно, нормально, каким-то образом реформировать, перестроить свой дом, попытаться, даже если распад Советского Союза был бы там предопределен, но не так, как мы это сделали, да, через лишение, кровь, вот. Куча конфликтов, ты с сих пор ждешь. Куча конфликтов, а сколько людей, а сколько твоих знакомых, моих знакомых умерло, да, вот просто от этой тоски, безысходности, ведь все болезни цепляются к человеку. Не просто так, это психологическая подоплека есть. Это целое поколение было вычеркнуто из жизни, сломано через колено и так далее. И тут люди спрашивают, а почему это Путин встречает в лишающей трагедии время? А как это не считается, когда 25 миллионов людей оказались за границей, да, что с ними пришло в Таджикистане, там, в других горячих точках или так далее? Это же никто не знает, никто не считал, всем наплевать, понимаешь? Вот, ну, это человеческие трагедии, каждая одна другой стоит. И я говорю, что я не жалею о КПСС, я жалею о людях, которые жили в одной стране. Кто мог сказать, что в Молдавии люди с двух берегов Днестра будут стрелять друг в друга, да, и пойдут одни стрелять и убивать других за ценности, от которых сами через год-два откажутся, да? Ну, что мы хотели в 1991 году насадить в Тираспале? Румынский гимн, румынский флаг, от которого через два года сами отказались и даже не сказали, ребят, подождите, мы были неправы, мы как-то не то вам навязывали, Ну, тогда бы извиниться, и, может быть, как-то разрешить бы тот узел, а сегодня спустя 20, более чем 20 человек. Очень сложно, это очень непростая проблема, но мы опять же, понимаешь, я всегда говорил, что очень легко сделать Приднестровское урегулирование, да? Это надо сделать Молдову привлекательной для Приднестровья, но мне впечатление такое, что мы 25 лет последние стараемся именно сделать нашу страну непривыкательной. Уже даже иностранцы сегодня, кстати, читали неплохое интервью у господина Хилла, который прожил здесь полжизни, да, и хорошо знает. Действительно ОБСЕ. Да, и он говорит, ребят, вы не готовы, правый берег готов к реинтеграции? Нет, конечно. Над этим надо думать. У нас и проекта толкового никогда не было. Вот ему тогда принадлежат слова о том, что на правом берегу Днестра граждане, ну, страна, или вот эти власти, правобережья, они делали свою домашнюю работу крайне так небрежно и воровато. Это уже, так сказать, моя интерпретация. А на левом береге, то есть в самом Приднестровье, вне зависимости от того, кто был в Верховном Совете, кто руководил этой территорией, они все равно оставались под давлением какого-то тренда. то есть они оставались, тяготели к России, вот при всем, при этом, даже референдум 2006 года, которым сейчас вот любят упоминать сегодня, ведь они как бы остались верны себе. У нас же домашнюю работу делали кто как хотел, чего как хотел, так сказать, придумывал, как бы нам не сблизиться или наоборот сблизиться, но не так, чтобы очень близко. И в итоге, что мы имеем? Мы имеем настолько отложенный процесс, и даже несмотря на то, что сегодня президент страны как бы внутриполитическую нашу жизнь вернул вопрос преднестровского регулирования, сегодня решить, мне кажется, это крайне еще не просто. Так и мы делаем все для этого. Посмотрите, что мы делаем. Вот сегодня такой уважаемый агент Сорейд распознает информацию. За что вылышали российские дипломаты? Оказывается, они вербовали наемников в Донбасс. Ну, понимаешь, вот приезжает полковник, представители вооруженных сил и так далее, который знает, что за ним три человека, два человека, как эта наружка смотрит, ходит, пишут люди и да, и такое прочее. Дает объявления. Да, 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 да. И он и ходит, и вербует каких-то пацанов на войну в Донбасс. Ну, это смешно. Или, допустим, когда мне говорят, знаешь, они занимались сбором информации. Слушай, да это работа его, его надо уволить. Если все дипломаты, журналисты, они занимаются именно тем, и занимаются сбором информации. Это элемент безопасности, когда та страна проинформирована, что здесь все спокойно, ничего не готовится. Нормально это же, да. Это уже какая-то шизофрения, даже у американцев началась. Вот я сегодня разговаривал с братом жены, который живет в Лос-Анджелесе. Он говорит, ты не представляешь, что надо сделать. У нас здесь люди сошли с ума просто, знаешь, говорит. Такой дурдом, говорит, там шоу с отрезанной головой Трампа, какие-то актерисы скачут, говорит, это тоже самое, как перестройка у нас была, все уже вышло из колеи, понимаешь, это же сумасшедший дом. Но с другой стороны, понимаешь, то, что вот сейчас действительно происходит, тоже напоминает мне немножко дурдом. Почему? Потому что, ну нельзя же так, ребята, подождите, вот когда Путин, да, сделал замечание, вот, ну не замечая, но отшутился от американской журналистки. Да я бы уволил этого посла Кисляка, если он бы сидел бы за такие деньги, выпивал бы на приемах и пропивал эти деньги. Он обязан, как посол, встречаться и собирать информацию. А что же, встречаться с людьми и так далее. Это его работа. Чем больше он встречается, чем больше он знает, чем больше информирован, чем больше у него лучше анализы о стране. Это, чем мы спокойнее в Кремле, чем спокойнее в Белом доме, если они тоже знают о ситуации в России там или в других регионах, точках. А чем заниматься? Зачем ему, извините меня, ездить и вербовать, да? И агентство Рейтер говорит, мы не имеем подтверждения из независимых источников. Так что, ребята, вы даете? Это что? Это пропаганда или контрпропаганда? Ну, духовное учреждение, а уже МИД России опроверг, высмеял это все. Ну, это смешно, обвинять. Лучше не придумаешь, Лучше бы не сказали, что, ну, вот, может быть, там, я не знаю, там, замечены были в нехороших отношениях с женщинами. Это и то лучше было. Выглядело более умно, да? Чем то, что вот объявили. И, я скажу честно говоря, все мы учились, дружили, женились. Республика маленькая. Как сказал бывший президент Мир Часнегур, секреты заживут ровно две секунды. Ну, не так это делается, понимаете? Даже если возникли зуб на какого-то дипломата, обычно, ну, давайте, хорошо, а что делать с румынским дипломатом, который тоже, кстати, высылали, за то, что они отрицают факт молдавской государственности и призывают, спросите любого румынского дипломата, бессерапия помынского дипломата. Ну, ну, тоже, понимаете, есть масса поводов и так далее. Ну, сделали бы хотя бы, мы начали борьбу, да, с иностранными шпионами, но не только с российскими, а там еще с кем-то, еще с кем-то, еще как-то было бы понятно, понимаешь? А тут это настолько вот уши торчат, да, что то вчера про дипломаты, сегодня пропаганда, такое впечатление, что кто-то хочет быть святее Папы Римского, да. Я не знаю, правда, нужно ли это американцам и кому это в Вашингтоне нужно, но если нужно, это очень глупо, очень глупо, да, вот, просто так мелко насолеть. Но спасет ли это этих людей, которые вот взяли такой курс, да, и им так хочется вот таким образом спасти себя, не знаю, не знаю. Мне кажется, всякий раз, когда человек хочет выглядеть святее Папа Римского, это некрасиво выглядит. Если не смешно. И неестественно. Неестественно, да. Люди в этом не верят. Но, тем не менее, вот я понимаю, что есть масса альтернативных источников информации, ну, конечно же, интернет в подспоре всем нам, потому что, независимо от того, что несет телевизионный экран или радиоэфир, всегда хочется гораздо больше, а интернет – это как та бумага, которая терпит все, и в этом море информации, пытаешься, оценивая то или иное сообщение, оценить его, ну, будем говорить, такую определенную правдивость, то есть наибольшую близкость к тому, что, в общем-то, о чем пишет. И, опять же, возникает вопрос. Вот, как сделать так, или вот что должно быть в журналистике, шкалой координат с точки зрения максимального приближенности текста к событию. Ведь мы все равно, мы пишем, в журналистике пишут изложения, если не сочетения. Или песню Таджика. Что вижу, то и пою. да, 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 и там много интерпретаций на тему, кто это может быть, кто из восточных народов способен. Но я к тому, что вот в этой... надо называть это песня Акына. Вот так. Вот в этой, какова шкала координат? Может быть, надо в шурфаках ввести такую дисциплину, как совесть, чтобы было... Ты знаешь, это не поможет. Это не поможет, потому что нет даже системы наказания за это, понимаешь? Я считаю, что с любым преступлением надо бороться с созданием условий для того, чтобы не делать это преступление, потому что глупо от меня требовать писательный штраф о парковке, когда парковки нет. Да, вот я приехал, надо выйти, а парковки нет. Вот если, допустим, там стоит парковка платная, надо цивильно пойти запарковать машину, заплатить государству или там компании и так далее. И я это не сделал, то я, конечно, сам. Но когда я спрашиваю полицейского, дружище, за что ты меня страхуешь? Я привез жену больную или после операции и так далее, и так далее, а у меня не колышет. Нет парковки и все. Хоть паркуйся там за километр и тащи свою жену на плечах в ту же клинику. Вот эта система. Сейчас генеральный директор ТАСС выступил с предложением бороться. Но знаешь, ты знаешь, вот я хочу бы сказать, что крупные СМИ, они об этом дорожат своей репутацией. У меня как-то очень льстило, когда очень многие иностранные журналисты мне говорили, ты знаешь, когда вот мы что-нибудь там в России что-то происходит, да, мы все время ждем, что скажет ТАСС. Потому что мы знаем, что там будет какая-то вот именно выверенная уже прошедшая сито, да, согласование и так далее. Будет информация, мы уже будем знать как камертон, да. Вот. Хотя иногда бывало мы опаздывали. Сейчас мы тоже как бы ускорились, начали бороться с децитированием и так далее. И это, кстати, очень плохо сказывается на достоверности. Потому что, когда идет вот эта гонка, да, дикая, кто первый заявит, кто первый выплюнет. Сейчас некоторые мои коллеги уже, знаешь, дошли до абсурда. Они просто бросают одно предложение, оторванное от контекста, которое понятно тебе, мне, да, из Молдавии. Но если ты прочитаешь это любому человеку в любой части света, он скажет, что-что? О чем это вы? А кто? А зачем? А как? Понимаешь? Он ничего не понимает. Но ему выбрасывает вот такие, знаешь, как бы флеши, молнии туда-сюда. Но это глупо. Почему? Потому что бред эта информация, она потом не цитируется, самое интересное. Потому что все ждут уже основательного чего-то, чтобы разобраться, чтобы был бы какой-то бэкграунд, ну, что-то как бы правило этой составления информации. Поэтому вот я считаю, что крупные СМИ, они обычно дорожат своей репутацией, и у них есть какое-то сито. Но есть блогеры, есть сейчас куча, действительно, ведется гибридная война, и не Россия ее придумала. Весь визг и писк, потому что Россия начала адекватно реагировать. Против России эта война велась всю жизнь, понимаешь? И в времена Советского Союза, и в постсоветскую, и в... Мне кажется, и до Советского. И до Советского, и про Россию, и так далее. Всегда велась. Все страны мира защищают свои интересы, и при этом ведут пропагандистские гибридные войны, и так далее, и так далее. Это было, есть с тех пор, как появился человек. Никто ничего здесь нового не придумал. Просто пропаганда может быть дубово-ломовой, а может быть разумной. Это то же самое, знаешь, как вот Шах проснулся и сказал своим советникам, что вот, знаете, у меня проснился сон, у меня выпали зубы. Ну, все наши телезрительницы знают, что если выпали зубы, это к смерти родственников. И он спросил первого советника, говорит, что ты думаешь по этому поводу? Он говорит, умрут родственники, был казнен. Второй советник сказал, вы переживете всех родственников, из-за этого хорошую новость был вознагражден. Понимаешь? Это смотря, как эту новость подать. И скажи, и ни тот, и ни другой не соврали же. Согласись. Как бороться с этим? То есть, это зависит от качества, от умения, и так далее. Как с этим бороться? Это наивно и смешно. Запрещать? Ну, я этого больше глупости не видел. Я думаю, так что, знаете, честно говоря, американцев сильно подставили с этим, честно. Я понимаю, их же, ну, как бы, ну, вот как, люди, которые пришли и учили меня, помнишь, мы говорили на прошлой передаче, слушали все эти передачи и так далее. Вот эти люди, которые нам это все навязывали, сейчас говорят, ребята, надо возвращаться, ставить глушилки, закрывать и так далее. Да, когда это случилось с Россией 24, я уже сказал, ребята, вы уже проиграли, вы уже проиграли, потому что вы их боитесь. Если раз вы глушите, если раз вы их не хотите слушать, вы их боитесь. У вас должны быть контраргументы, если вы правы, да, вы должны возражать, опровергать, я не знаю, там, выставлять свою, выходить своей версии какой-то, да, опережать, я не знаю, это мы, ну раз, ну а с другой стороны, Станислав, ну давай скажем так честно. А с чем вам выходить? Ближний Восток, Африка, принесли, везде отбомбили демократию, везде сотни тысяч убитых, везде, и все люди видят, понимают, что это никакая борьба за демократию и так далее. Нам тоже говорили, что у нас светлое будущее, демократия, свобода и так далее. Какая свобода, когда человека заставили покинуть родину, да, и уехать где-нибудь там, работать полулегально. Какая-то свободный человек. Свободный человек может быть, знаешь, когда у него действительно есть что кушать. Голодный человек не может быть свободным, потому что он всегда будет зависим, понимаешь, от этой копейки, которую ему заплатят. И сейчас действительно у нас что, от хорошей жизни вот эти наши неправедственные организации, СМИ, блогеры, которые иногда что-нибудь такое пишут, что хоть стой, хоть падай, да. Я не знаю. Ты начинаешь улыбаться, как же тебе, бедному, тяжело, что ты согласен за эти деньги написать такое. За эти деньги ковыряться в таком дерьме. Да. Я хочу сказать, что вот в эти дни в стране отмечаются события, связанные с депортацией достаточно большого количества граждан Молдовы. И в связи с этим, ну, я понимаю скорбь, я изделяю скорбь этих людей, которые потеряли в те годы родственников. И вот эта тема у нас, она считается темой либералов. Они ее смакуют, памятник даже установили. Там было на привокзальной площади. Я вот в связи с этим думаю о другом. Тогда в те годы страдали не одна Молдова, страдали практически все союзные республики. Страдал весь Советский Союз от того, что происходило на этой территории. А сейчас мы живем в Розе. И куда мы депортировали, и за что мы депортировали полтора миллиона человек из нашей страны на заработки, куда-то вообще навсегда. Я вчера на приеме в российском посольстве пообщался с своим давним хорошим приятелем, я думаю, он не обидится на меня, если я его так назову, Валерием Пасатом. Мы два орденоносца, говорим, что мы будем сидеть в одной камере, когда антироссийская пропаганда победит. Но самое смешное, что он будет сидеть, возможно, и смотреть наши программы. Он академик, и я его уважаю, я считаю его серьезным, очень большим историком. Я считаю его лучшим специалистом, потому что он действительно посидел в архивах очень много лет и поковырялся, и он лучший специалист по истории депортации. Как-то вы удивили меня итальянские журналисты. После визита на Народный фронт Молдавии, они пришли ко мне и сказали, Валерий, а правда два миллиона Сталин депортировал? Я говорю, что два миллиона, это я не жила. Чтобы все население вывез, и так далее. Это без... Я сочувствую, потому что мой дед тоже был, как сказать, попал под этот молок, да, и избежал Сибири чудом. Что я хочу сказать? Мне Валерий Пассат рассказал очень такую забавную историю. Он был Совет Европы и прострелял свою книгу Керсновской, знаешь, эту историю знаменитую, да, женщины, отец которой когда-то сажал Котовского в тюрьму, а потом пришли большевики, ее посадили в лагерь, и так далее. И он говорит, в Совете Европы грузинский депутат закричал мне, почему вы не выставляете иск России за репрессии, да, за вот эти беззаконии? А он говорит, почему России? А он говорит, как почему России? Он говорит, а почему не Грузии? А он говорит, почему, как Грузии? Он говорит, подождите, у нас репрессиями руководил в Молдове чудный генерал НКВД по фамилии Гоглидзе, а его начальником был грузин Берия, а начальником грузина Берии был Джугашвили. Причем здесь русские? Русские сидели в лагерях в сто раз больше, чем молдаване еще с 20-х годов. Простите меня, как мы сегодня будем как на Украине на сумасшествии, да? А что, хрущевые руки были не в крови по локоть? Или у других Тимошенко, великих украинцев? В конце концов, что наше молдаване не устанавливает красный, извините меня, коммунизм в России? Может мы выставим счет Лозо, Котовскому, Фрунзе, первому министру обороны Советского Союза, который кровью и мечом подавлял восстание и все было, и контрреволюция, и так далее, и так далее. Мы все оттуда вместе вышли. Не надо предъявлять друг другу претензии, что это виноваты русские, молдаване, и так далее. Если уже по такому пути идти, то надо выставлять счет в Молдавии за Котовского, за Иону Якира, за других, а Грузии за Сталина, за Берию, в Украине за великолепного товарища, который осудил Сталина, но сам себя не осудил почему-то, не рассказал, сколько расстрельных списков он подписал. Там даже говорят, Сталин однажды, когда увидел списки, сказал, там в Киеве остановите Никиту, а то он пол Украины вырежет. Там же соревнования было, понимаете, желающих. Я в этой ситуации очень говорю, очень словами Довлатова. Товарищ Сталин, конечно, большой преступник, и мы, есть его за что ругать, за репрессии, но все-таки, кто написал 4 миллиона доносов, в том числе и на моего деда. Самый праведный румын написал, знаешь, на донос, в НКВД на моего деда, чтобы себя выгородить, он взял и написал на моего деда. Слава Богу, понимаю, мой дед. Слава Богу, офицер НКВД оказался порядочным человеком, прошел, показал ему этот донос и сказал ему спрятаться. И так он избежал Сибири. Мой дед по линии отца, он, к сожалению, не вернулся. А другой дед, он до 46-го года, до 56-го года просидел, но при этом еще в штрафбате повоевал. И как-то очень мне вбил, мне кажется, правильное понимание истории. ты знаешь, я сегодня наблюдал вот это шоу, которое устроили либералы, они бы лучше на другое там посмотрели, что вокруг этого памятника творится каждый день. Там бедные кишиневцы торгуют последним, что у них осталось. Выносят из квартиры. Я представляю, что думает о нашей стране человек, вышедший на ЖД вокзале, приехавший в цветущую Молдову, увидевший это. Это то же самое, что я приезжал на Украину когда-то, и Украина очень бурно развивалась при проклятом Кучме, при проклятом Януковиче. А сейчас недавно я приехал на Украину и увидел жуткие в Черновцах разбитые дороги и вот такой рынок стихийный. Торгующий на мостовой, как у нас. Это все российская пропаганда. Ну, это все российская пропаганда. Я думаю, зрители все поняли. Спасибо вам, Валерий, за этот разговор. Я думаю, что хотелось бы завершить словами сегодняшнего президента страны Игоря Дадонова, который заявил, что не подпишет соответствующий документ, сказав, что абсолютно ясно, чего добивается Демпартия, не пройдет. Будем надеяться, что так. Я не могу это не понимать, но знаешь, помнишь, на прошлой передаче мы говорили о том, что у нас на проспекте имени Евроинтеграции торгуют между рынком и Центральным вокзалом, торгуют молочкой и творогом с залитой мочой. Ты знаешь, я хочу поздравить их. Их начали разгонять. Вот наконец-то, слава, знаешь, что-то российская пропаганда делает и хорошее. Да, спасибо. Будем дальше продолжать наши беседы и, в общем-то, думаю, что зрители будут нас ждать в эфирах. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был глава агентства ТАСС в Молдове. Валерий Демидецкий, следите за эфирами, мы работаем для вас. «Персональный акцент»